В Мирном идет массовый капитальный ремонт ветхого жилья. Начало этому было положено в 2014 году, когда в Якутии образовали фонд капитального ремонта. В задачи местных властей входило создание списка жилых строений, которым ремонт нужен в первую очередь. С каждым годом строители приступают к восстановлению все большего числа домов, и к 2017 году их число дойдет до 100. Как выполняются работы и с какими трудностями сталкиваются подрядчики, выяснял Роман Муконин. С 2014 года масштабные ремонты охватывают 22 дома, и это только начало. Если кровля, то это идет полная замена кровли, восстановление вентиляционных каналов, ремонт стяжки, капитальный ремонт происходит. Средства выделены, тоже немаленькие. Чтобы добраться до старых изгнивших стояков, строителям приходится разбирать стенки в туалетах и ваннах жильцов. Поэтому некоторые отказываются пускать рабочих в свои квартиры. Хотя по закону собственники жилья не имеют права закрывать доступ к сетям общего пользования. Так, в 2016 году работы начались еще на 17 домах. А на два последующих года фонд капитального ремонта выделяет Мирному 360 миллионов. Поэтому обновленных домов в городе станет гораздо больше. Достаточно изменится облик города, и мы надеемся, что также меньше будет жалоб уже от собственников, что касается подачи водоснабжения, теплоснабжения и работы остальных инженерных систем. В следующем году функции главного заказчика перейдут от фонда к городской администрации. А это значит, что ремонтные работы станут вестись быстрее и эффективнее. А подрядчики будут решать все спорные вопросы на месте, не дожидаясь неделями ответа из Якутска. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».